Снова в лесу. Проверил фотоловушку. Попалась мне лисица. Продолжение следует. 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 нефти конечно но пособирать можно сюда никто не придет раньше меня я кстати недалеко от города километр 4 идут лэп прокладывает новые меняют идет через лес двойная линия пока я крупная марушка вот 1 линьем там далеки и километров 2 от нее еще есть но там уже совсем угодно и даже не духом ну че нормальное место здесь вот кстати там вдалеке вижу морожки много да сюда первым делом приеду сразу гряну в это место ловушка я снял потому что уже смысла нет и оставить вряд ли уже буду просто ходить по лесу и какие рябники и ягодники могут найти но в следующем году уже сразу в конце мая уже как снег растает пойду ставить фотоловушку как раз место нашел хорошее и плюс зимой точнее весной ближе к марту уже надеюсь поставить эту ловушку зимой после лыжни там недалеко от лыжни глубиться на 500 и там поставить морковки накидать что там зайцы там где лыжи хожу там зайцев много бегает крайней мере видел их раньше больших количеств тоже будет интересно понаблюдать как раз они окраску еще не поменяют еще краску зачем будут менять уже будут сероватые белые как зимой на серые вот такое болотце ну там не знаю сколько литров не очень доволен думал от морожки маловато будет я пойду похожу мужчины болото здесь кто-то ходил и что-то нора реально кто-то вырыл норку такое кто-то живет не буду пугать пойду дальше а дверей здесь полно кругом помет попадается лосиного вообще полно помета не знаю вот самом деле живой никогда не видит лосей даже не знал что они здесь есть не помет по помету определил но и фото ловушка показала лосят оттуда я спускался вот южный склон здесь попадается морожка какая крупная кстати если да я здесь порядочно ну так набрать можно не удивило мне это место но тоже сюда приду тоже через сопку перешел сожалению морожка на одном и то же месте не каждый год вызревает так можно было не ходить не искать ее приходить время но это уже место я раньше пытался делать но жизнь научила перед тем как собирать морожку я делаю холостой выход просто посмотреть так морожка здесь только на южном склоне надеюсь туда и будет пойдет она вот и каждый год обхожу болото местные тут которые неподалеку тех мест куда я хожу обычно такая тавтология там уже следующий раз беру короб и пилю именно туда где я наблюдал один год нашел большое болото на южнее было на этом большом-большом болоте только было несколько кочек где реально была морожка но где-то так такие кочки были их литра на 3 и все а год тогда был по морожке вообще не урожайный не помню какой год все года не помнишь вот самый помню урожайный год это был 2011 когда я никуда далеко не ехал пришел 30 литров собрал ягоды следующий год опять туда пришел вообще ноль жизни еще не училась что надо заранее ходить искать так как она не успевает я говорил не везде водоносит каждый год ну той морожке как раз на два года и хватило потому что этот вот 12 собрал очень мало но зато собрал черники хорошее количество и брусники так с этим грибов не попался очень мало здесь все такое болотистое сожалению здесь грибов вот одну я сопку знаю где можно прийти два часа даже может меньше набрать грибов 30 литров и спокойненько топать домой все поклажу корб мой 25 литров два пакета я набираю и иду домой здесь вот такие довольно красивые лист леса но когда уже позже здесь до появляются грибы крупные и то они так и полянками растут одеты метров через десять и друг от друга крупные так опять болото все тоже проверю таком есть где выход забрать снять фото ловушку с собой вытащить домой пусть дом пока лежит и проверить поискать морожку я приеду надо будет сразу выбежать собирать морожки так как планах если дети захотят с ними пойти с ночевкой ну и погода если позволит не на три выйти а потом уже начнутся сборы черника грибы сначала там чернику кстати не знаю когда на этом году ну народ уже в пумпе собирает в сентябре уже садить будет школу я буду в отпуске надеюсь и буду уже собирать бруснику черникой если погода не будет жарко то брусника будет и до середины сентября стоять потом уже начинает гнить при жаркой погоде уже она такая протисшая вот не люблю я жару учения как раз моя погодка вообще обалдеешь и не чтобы ветерок был бы комары не так приставали вообще думал там вороны вороны дерево черный ямки вот в том году было очень жарко лета ок там восемнадцатом все лето жара стояла пришло время идти заморожкой а я такую погоду просто не могу на разрядку сходил весь перемок ну и переночевал и потом пошел уже заморожкой в ночь на вечером 6 часов вышел 6 утра я уже закончил сборы там кстати было сухо я даже покемарил на кочке где-то часа полтора чиньих комаров не было может спать что ли ли я спать лег хоть какая-то тропинка здесь лег спать ножка поспал и дальше собирать но все равно было очень утомительно такой погода вообще можно часами ходить ничего не будет вот здесь в прошлый раз ловушку ставил яблоки хлеб все съели почему-то мне в тот раз никто не попался интересно все съедено кто-то приходил да соль осталось все остальное вот тому дерево я прикреплял птичка поет немножко музыки леса ну кто смотрит конечно у меня было видео 25 минут я прошел по лесу говорил и как ни странно просмотры были до конца я удивился кто-то смотрел до конца видео я сам не выдержал посмотреть свое видео все 25 минут там она поет как-то к видео сделать озвучку один раз когда я был на рыбачьем в том что ли году звук чаек ставил нарушение авторских прав ладно убрал потом в этом году тоже там была пауза видео я решил вставить когда снимал на фото ловушку решил ставить тоже пение птиц погромче было тоже нарушение авторских прав авторские права на пение птиц конечно да удивляет уже ну все ставит авторские права заснял запись пение птиц все запатентовал странно дальше эти вот в этом году папоротник невысокий так у нас очень долго снег лежал трава не густая щавель такой же хороший и сказать мог красивый если кто яблоко съел было два яблока кстати здесь ловушка стояла я поставил субботу среду был выходной среду проверил никто ничего не съел доложил туда хлеба еще яблоко положил пришел в субботу пусто пришел переставить ну вот как раз там удача была ему так сказать ворону заснял потом через деле пошел тоже переместил лось попался сейчас лиса лисица ну-ка немножко скосил то ловушку и то видно или голову лисицы или наоборот она без головы в голову не видно так ножка по обрежу чтобы попадалось хорошо голову видно это фробин ставлю ставлю где она далеком на камне сидит поедает то что я оставил вот там озеро красивое большое как-то я ночевал около них рядом с ним бесплатки находил там очень красиво самое главное что там нет связи вот там за сопкой связь пропадает и не беспокоит никто не звонит не всякие эти смс-ки в доме не приходит в интернет опять же не залезть может спокойно наслаждаться природой и там много стоянок всяких рыбацких так вот еще болотца кстати да здесь комаровка собирал на этих болотах ну и смотрю что-то в этом году или собрали или пусто тут и есть такие любители собирают незрелую морожку он там за тем озером передозил ультам тоже много морожки было раньше там принципе много болот морожечных если меня кто собой не возьмется морожки бывает берут но там не особо места конечно но пойду мимо тех двух мест собираю и пойду вниз там болот много тоже тому озеру и домой смотря сколько собирают литров 10 в этом году хватит нам больше не надеюсь ибо ее могут уже собрать такое дерево здесь так тихо здесь в этом районе все время так тихо тихо спокойно просто из балдею когда хожу так удивительно березка росла на камне такие здесь крупные грибы я даже смотреть его сто процентов там там звук трактора здесь проводят лет леп меняет ее через лес там далеко-далеко дорогу сделали теперь видимо поэтому не попался здесь некую зверь на фото ловушку тот раз они же на тракторах приезжают что-то делают и домой езжают так они на этих видимо они на одном тракторе как я видел привозят бригаду там 2 или 3 человека тут еще стоят трактора и они уже на них работают вот здесь проходит лэп и уходят туда в сторону еще гриб даже подходить и собираюсь требую жить работа закончили вон туда далеко идет дорога и уже дорога по которой свозят эти новые столбы как называется не я за них ходил там все хорошо тишина очень много мошкары она даже уже подбираюсь городу только 100 ватт километров то три наверное и народ морожку собирает зеленую чем ближе городу тем больше людей там еще 2 ходят что не собирают грибы червьевых мало русского это морожка еще зеленые но я так себе на пожарить собрал немножко пожарив будет у меня такая немножко как приправа будет не так много не жарится вот так вот здесь много грибов когда идешь домой возвращаешься по тропинке много-много потому что обычно когда идешь в лес если за грибами не намерено куда-то далеко за грибами то обычно по тропинке никто не ходит обратно уже как цивилизованный человек идешь по тропинке здесь просто море в лево-право отойдешь там еще собираешь такая здесь у нас природа красивая вот грибок и вот здесь вот все грибах практически бывает до грибный год